МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже больше 70 лет в историческом здании Владивостока, бывшем китайском театре профессиональные тренеры преподают сложный, травмоопасный, но такой красивый вид спорта. В этом выпуске программы на спорте – спортивная гимнастика. Расскажите про специфику спортивной гимнастики, что она из себя представляет, в чем сложности. Ну, занимаются и мальчишки, и девчонки. Берем мы детей изначально на спортивно-оздоровительную группу, у нас мы набираем с 4-5 лет. Потом дети проходят тестирование и зачисляются уже непосредственно на отделение спортивной гимнастики. Это сложно-координационный вид спорта. У спортсмена должна быть сила, выносливость, гибкость. Поэтому, несмотря на изящество, гимнастика подходит не всем. У каждого ребенка можно достаточно для нашего конкретного вида спорта развить те физические данные, которые необходимы. То есть минимальные, конечно, мы развиваем. У нас детки приходят маленькие, потом они сами выбирают уже остаться здесь на спортивной гимнастике, либо, может быть, другой вид спорта подойти. Достаточно, да, травматичный вид спорта. Но, опять-таки, мы же сразу не идем на снаряды. Мы работаем, есть такое понятие, как школа гимнастики, над осанкой, над умением себя держать, свое тело чувствовать, контролировать, где оно находится в воздухе, как оно поворачивается. То есть все это развивается. Преподаватели школы уже много лет воспитывают чемпионов. Больших успехов ученики достигают благодаря секретам их тренеров. Свои нюансы, секреты, чтобы дети продолжали заниматься, потому что очень тяжело бывает. И они, периоды такие спада и подъема, вот период спада у ребенка обязательно нужно тренеру как-то его поддержать, потому что очень многие дети сдаются и бросают, уходят. Какой секрет у вас? Ну, все секреты не буду выдавать. Конечно, любовь к детям. Любовь к детям, прежде всего, любовь к своей работе. Сейчас начинается набор выделения спортивной гимнастики на предстоящий учебный год. Попробовать могут мальчики и девочки от 4-х лет. А почему стоит выбрать гимнастику, ответили воспитанники спортивной школы по гимнастике города Владивостока. Гимнастику я изначально вообще пришла в 4 года. И изначально я не осознавала то, что это такой крутой вид спорта. Мы можем тут прыгать, бегать и вообще делать все, что хочешь. Знаете, вот вы умеете летать? Вот я, да. Они во всем прекрасны. Учат хорошо, стараются, отдают свою часть жизни на нас. Я добился успеха, что я съездил уже в Хабаровск и в Благовещенск. И там получил некоторые медали и над этим работал. Достижение моё, то, что я много чего умею. И спасибо гимнастике, что она меня такому многому научила. Мы просто один раз пошли на гимнастику, и меня уже завело. Гимнастика – это очень крутой спорт, потому что там такие элементы. Всё красиво. А с вами были Диана Иванова и Денис Фадеев. Будьте на спорте!